Девушки отдыхают А что же вы? А? Не поверю, никогда не поверю, что столь значительное мероприятие будет происходить без вашей величественной персоны. Кто нам отчет представит, в конце концов? Сам Жданов на такие подвиги не способен. Я буду обязательно. И отчет принесу. Вы же постарайтесь, пожалуйста. А то я, знаете, прям-таки сгораю от любопытства. Вам понравится. А вы, я смотрю, очень хорошо меня изучили. Нет. Что вы. Но вы как истинный ценитель получите огромное удовольствие. Надеюсь. Надеюсь. Вика, чай, Вика, кофе. Что они сами себе чай не могут налить? Равно же чаевые брать с них. Да не надеюсь, Клочкова, иначе и вы машину не выкупишь. Так и знала, что мне сегодня дорогу перебежит черная кошка. И вот она, собственно, персона. А почему ты не рад меня видеть? Потому что твой приход всегда не к добру. Примета такая. Ну ладно, ладно. У тебя и так дела хуже некуда. Как я погляжу, тебя из бесполезной секретарши переделали в безрукую официантку. Ну что, очень даже не дурно. Или можно считать это повышением. По мне так очень хорошо. Не хватает только белого передничка кружевного. Ну и юбочку можно было бы покороче. К твоему сведению, я делаю это только лишь для того, чтобы показать некоторым сотрудникам зимолета, как нужно уметь работать. Да. Удивительно. Просветительская деятельность. Виктория Клочкова, официант-передвижник. А ты? А ты? Ты тормоз! Брало. Нет, на самом деле, очень убедительно получилось. Ну так вот, когда наконец надоест играться в ресторан, и захочется просто так для разнообразия оплатить счета, так вот, когда захочется легкой жизни, позвони мне. Позвони. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глазах, если в сердце живет любовь. Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Вот это же действительно примета. Денегу уже некуда, я им что, ломовая лошадь, кофе на всех. Ладно, эти офисные крысы, это еще Воропаев, а я с подносом. Он мне это всю жизнь припоминать будет. А что, надо было на него поднос уронить. Несчастных случаев на производстве, виноватых нет. Для полного счастья не хватало, чтобы еще Зорькин деньги зажал. Зорькин деньги зажал. Зорькин деньги зажал. Зорькин abruptе. Зорькин деньги зажал. А это вы? Ну, я. А вы это любуетесь? Не могли бы вы позвонить Екатерине Валерьевне Пускаревой и сказать ей, что мне надо с ней поговорить. Да, хорошо. Катя, это последние? А ты беги, а то тебя там заждались давно. Да. Там тебя заждались? Поторопись. Мне в кабинет зайти нужно. Да. Добавить кое-какие материалы. А давай мы поможем? Нет. Я справлюсь. Кристина не приходила, нет? Еще? Нет, не появлялась. Значит, время еще есть. Катя. А? Что с тобой? Что? Про ошибку, может, вспомнила новую? Давай мы сейчас все это быстро распечатаем. Только скажи и все. Здесь все правильно. Так, как должно быть. Слушай, что-то с ней сегодня не то. Угу. Ну, конечно, может быть, она не выспалась, но... Может. А может, волнуется из-за совета. Ей же выступать придется. Да, да. Ну, скорее всего. Ну, скорее всего. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Приемная господина Жданова. Кать, это я. В общем, я приехал. На машине? Приехал ты на машине. А вот уезжать придется одному. Коля, это всего лишь машина. Какая она красавица. Ты бы видела, Пускарева. Блестит, как медный пятак. Нет, хрусталь. Нет, алмаз. Нет. Хватит, Коля. Довольно. Это не наша машина. Мы должны ее вернуть. А может быть, увидимся на минуточку? Коля, я бы увидела с тобой, но меня уже ждут на совете. Увидимся вечером. Мне и самому надо поскорее отсюда выбираться. Иначе кое-кто поймает меня с поличным. Каламбурчик. С поличным без наличных. Ладно, Коля. Оставь ключи Потапкину и жди меня дома. Хорошо. Он здесь? Только обещай мне, что мне не придется искать тебя вечером. Коля, мне пора. Не нравится мне твой голос? Как ты? Тебе плохо, Катя? Сейчас кому-то будет гораздо хуже. Что-то случилось? Пока нет. Знаешь что, ты мне эти шутки брось. Сегодня я расставлю все точки над «и» и обещаю. Если что-то пойдет не так, сразу звони. Я хоть... Передайте, пожалуйста, ключи от машины. Я хоть и без колес, но что, в конце концов, мы люди привычные, я на дрова и приеду, поняла? Спасибо. Спасибо, Коля. Спасибо, Коля. Да, ну все, ладно, давай, а то опоздаешь. Пока. Ну что, Екатерина Валерьевна, Пушкаревы еще не с таким справлялись. Ещё немного, и ты вытянешь себя из этого болота. Держись. Родненькая моя, красавица моя, как же я буду без тебя, а? Мне же придется тебе изменить, а с кем? С троллейбусом или с автобусом? Про метро-то я вообще уже молчу. Ну ты не переживай, ладно? Не расстраивайся, держись. А то я тоже заплачу. Где он? Здесь был Дорькин! Что значит был? Где? Где? Ну что, по-твоему, испарился, что ли, куда-то? Всё-таки похитили. Я так и знал, что рано или поздно они до зимолета доберутся. Кто? Похититель. Но странно, почему они меня не трогают? То есть не испугались. А, значит, выкуп потребует. Какой выкуп? Мелких купюрах. Слушай, может быть, ты еще скажешь, что его инопланетяне похитили для опыта? Инопланетяне? Так, машина здесь. И ключи, и машины, и документы. Всё на месте, в целости и сохранности. Только вам это зачем, Виктория? Мне по долгу службы положено за руль садиться. А вам не разрешается. И даже не упрашивайте. Теперь ты от меня не уйдёшь. А зачем не уходить? Я ж тут работаю. Зарькин, теперь мне за тебя придется сапоги новой покупать. Вроде бы, оторвался. Да, зима летта, Виктория, всё это было прекрасным сном. Просыпайтесь, мои родненькие. Прощайте, Виктория. Прощайте навсегда. Нет, девочки. Всё-таки зря она на работу вышла. Ольга Вячеславовна? Не знаю, не знаю. Ну, чтобы она дома делала одна целый день. Правильно. Пусть себе работает. А мы будем, ну, как говорится, по мере и силу помогать. Да. Интересно, как это? Вот у Милка в мастерской, да? Да мы туда пару раз заяемся, и уже удар хватит. Тот же просто. Ну, приодеться, что ли, наверное, тогда, чтобы как-то ему и ей помогать. Как ты говоришь, по мере сил. Ну, слушайте, а вот это чайку вистоит. А это Клочкова собирается отнести в этот, в собрание. Ну, тогда она его как минимум полчаса несёт. Господи, ну что всё? А не, а не, а Клочковой. Я вот про Ольгу Вячеславовну думаю всё. Девочки, вот только не нужно ей напоминать про её болезнь. Вот это правильно. Тут правильно, а то она ещё больше будет расстраиваться, как у меня мама. И ещё, не дай бог, в депрессию вообще как впадёт. Что вы говорите? У нас и так уже филиал Кащенко. У кого-то депрессия, и кто-то заболел, а кто-то вообще с головой не дружит. Дайте я кофе. Вот, яркий пример. Точно. Викусь, если ты заказывала айс-кофе, то он уже полностью готов. Всё нормально. Только ты лёд забыла положить. Ну, прежде чем языками чесать, лучше пошли и поработали. Ромео, мой любимый зовёт меня в Гренландию. Ну, ты представляешь? Очаровать. Смотри, не обгори. Кристина, тебя ждать? Или можно начинать без тебя? У него теперь новая идея. Хочет ездить на собачьих упряжках. Ты ему скажи, что на бульдозере надёжнее. Хорошо, только давай быстрее. Уже, мой, никто меня не слышит, никто не понимает, кроме Кристины. А, кстати, где она? Она будет? Обязательно. Уже едет. Добрый день. Здрасте. Добрейший. Это отчёт? Да. Ну, что, посмотрим, что вы там сочинили на пару с нашим общим другом. Всё хорошо. Не сомневайся. С сочинением у меня всегда было всё в порядке ещё со школой. В отличие от тех, кто... Достаточно не превращайте собрание в петушиные бои. Ну, действительно, у нас деловая встреча, не песочница в детском саду. Не переходите на личности, пожалуйста. Я с удовольствием, просто некоторые из личностей переходят мне дорогу на красный свет. А вот и кофе. Спасибо. Спасибо, Виктория. В такую жару нет ничего лучше, чем прохладительные напитки. Виктория, я же тебе говорил, спасибо не буду. Профессия официантки требует определённых навыков. Тебе её, к сожалению, не осилить. Виктория, где всё-таки официанты? Они должны были быть час назад. Я же сказала, они... Господи, о чём я думал, когда брал тебя на работу? Хотя вспомнил. За меня подумали. Спасибо. Слушайте, ну это ж невозможно пить. А принеси-ка лучше льда. Холодная так холодная. А то, я чувствую горячего кофе, а тебя не дождёшься. Так, мы будем ждать Кристину? Я думаю, что не стоит. Хотя она и сказала, что скоро будет. Знаем все представления Кристины о времени. Начнём. И ещё раз прошу, пройдём собрание спокойно. Да, нам вообще нужно научиться обходиться без скандалов. Скоро мы станем одной семьёй. Вот и надо. Потом будут семейные скандалы. А сейчас давайте работать. Остальные вопросы будем решать в другое время. Согласны? Согласен. Саша? Я с радостью поступлю так, как будет лучше для моей сестры. Тогда приступим. Мой дорогой друг и президент. Поскольку ты с детства страдаешь редкой формой склероза, я снова решил прийти к тебе на помощь. В некотором смысле ты даже герой. Потому что спать с такой женщиной, как Пушкарёва, нормальный мужчина, может только под наркозом. Слушай, какие-то сегодня все странные, а ты не заметила? А Катька так вообще просто не в себе. Может, в магнитной буре? Ну, не знаю, не знаю. Ну, вот чует моё сердце. Добром это всё не кончится, не кончится. О, смотрите, кто пришёл. И это называется постельный режим. Да. Ой, господи, господи. Магнитные дуры, говоришь? Ой, Ольга Вячеславовна. Ну, вот что это такое? Ну, что это такое? Разве вам можно в такой атмосфере находиться? Вам просто противопоказано в такой атмосфере находиться. А вот что вы мне пришли? Вот скажите мне, а? Это значит, вот так вы рады меня видеть. Ну, обижаете, обижаете, Ольга Вячеславовна. Мы всегда вас очень рады видеть. Но просто вот сейчас, в зимолето, вам делать просто нечего. Поэтому давайте лучше мы вас навестим вечером, а? Вот точно, я вот точно так же и говорила. Давайте мы вечерком возьмём чего-нибудь к чаю. Ещё чего-нибудь возьмём, посидим. Посидим, идея замечательная. Но гости гостями, а работа работаем. Одно другому не мешает. Ольга Вячеславовна, сегодня совет директоров. Поэтому вся работа стоит. Вы бы спокойно себе отдыхали. И Милка ваш занят. Да. Вот от работы отговорить, это всегда пожал. Ну, всегда пожал. А наш маэстро без меня тут что-нибудь натворит. Наверняка. Он же как маленький, за ним глаз да глаз не ж. Ну, вы же на показе были. Ну. Ну, всё в порядке. Ну. А Милка ваш не маленький. Да. Дом. Ну, хватит. Поболела, пора и честь знать. Ну, всё. Вас точно не переспорят. Да вы и не спорьте со мной. Девчонки, вот дома лежу и выздоравливать не хочется. Ну, не хочется. А тут жизнь ключом. И вы все. Ну, поверьте, вот работа это самое лучшее лекарство. Ну, поверьте мне, девочки. Ну, поверьте. Ну, поверьте. Андрей, Андрей. Ну, тебе что, своего мало? Весь то ты смотришь на чужое. Или ты решил у него списать, а? Там баланс. Слава богу. Что, мальчики, что случилось? Нет, нет. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо. Там настоящий баланс. Приём. Баланс настоящий. Откуда эти цифры? Это баланс, Павел Олегович. А, секундочку, внимание. А, секундочку, внимание. Это техническая неполадка. Это не те документы. Это неправильный баланс. Катенька, я вас умоляю. Принесите, пожалуйста, настоящий баланс. А это, это унесите. Андрей Павлович, никакой ошибки нет. Я принесла то, что должна была принести. Андрюш, что такое? Что случилось? Что происходит? А, Павел, я сейчас всё объясню. Это не то, что вы подумали. Это снова я. У меня хорошая новость. Приехали официанты, и мы можем подавать обед. О, Боже мой. Или что, все передумали? Виктория, ты, как всегда, вовремя. Да, уж сейчас не самый подходящий момент. И твоя глупость вряд ли кому-то покажется забавной. Я просто хотела... Уйди отсюда, иначе я за себя не вручаюсь. Впика! Андрей, объясни мне, откуда такие цифры? Боже мой. Компания задолжала кому-то огромные деньги. Ты заложил, Зимолет? Компания заложена, а члены Совета даже не знают об этом? Я слушаю, Андрей. Позвольте мне всё объяснить вам. Поскольку наш директор предпочитает держать интригу и отмалчиваться, мне просто небезразлична судьба компании и нашего общего дела, ну и, в частности, моего капитала. Так вот, я навёл некоторые справки и выяснил, что всеми любимый Андрей Жданов заложил Зимолетто и заложил очень сомнительные организации под названием Никомода. Никомода. Паша, Паша, плохо? Нет, нет. Я рекарду. Сейчас дайте воды, воды, воды. Всё в порядке. Пусть Андрей объяснит. Ну, Андрей, что ж ты молчишь? Что происходит, наконец? Это правда? Что это за Никомода? Откуда она взялась? Ну, говори же! Та самая Никомода, владелицей которой является наша верная помощница, наш серый кардинал Екатерина Валерьевна Пушкарёвна. Ты ничего не знаешь. Тебе давали слово? Ты ж молчал. Теперь позволь мне высказаться. Ты забрался, Андрюша. Ты врал всем подряд. Врал мне, врал Кире. Но самое поразительное, ты врал собственному отцу, который доверил тебе управление компанией. Не тебе меня судить. Ты развалил такую большую компанию за такой короткий срок. Жалкий, бездарный, неудачник. Простите, Павел Олегович. Если бы ты потрудился вникнуть в документы. Все, во что было нужно вникнуть, я уже вникнул. Вот документы, отражающие ваши махинации. Зачитать? Интересно, где ты их достал? Наверное, пробрался ко мне в кабинет, это в твоем духе. Или ты, может быть, их просто напечатал? Довольно. Ответь мне на один вопрос. Ты потерял компанию? Нет, не потерял. Но в настоящий момент компания «Зимолета» принадлежит Екатерине Пушкаревой. Но это только формально. Она тут же вернет ее. Если... Как ты мог? Андрей, как ты мог отдать нашу компанию в руки чужого человека? Катя? Катя, что вы с ним сделали? Катя? Я прошу, дело серьезное. Пожалуйста, без истерик. Андрей, мы ждем твоих объяснений. Вроде все затихло. Успокоились они, что ли? Кричать перестали. Вам они так обрадовались приезду официантов. Зато теперь ничего не слышно. Ну, о чем говорят-то? Маш, сейчас о чем говорят? Я говорю, ничего не слышно. Иди сами попробуйте. Как мило. Шпионский кружок. Не надоело в Штирлице играть-то? Не надоело. А я советую вам прислушаться к моим словам. Иначе я открою вот эту дверь и сообщу членам совета о том, что здесь аншлаг. Хотя, может быть, они, конечно, сжалятся и продадут вам билеты на стоячие места. Хотя вряд ли. Попрут, скорее всего. Ну что, я дверь открываю? А что это ты, Клочкова, такая красноречивая? Мы-то думали, что у тебя день с утра не сдался, хотели тебя пожалеть. В общем, только одна попытка открыть эту дверь и ты будешь улыбаться во все свои 32 протеза. Сделай шаг, а я закричу. Вперед! Только имей в виду, это будет твой последний вопль, а мы как раз послушаем. Давай. Думаешь, я испугалась? Давай проверим. Ты готова у меня? Алло. Виктория Клочкова? Да, это она. Ой, то есть я слушаю, да. Отсрочка выплаты за должности по вашему кредиту истекла. Как истекла? К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Мое дело сообщить. Всего доброго. Я нашел единственный выход. Мы создали Никомоду для того, чтобы защитить Зимолетто. Удачная идея, ничего не скажешь. Создать липовую компанию, позволить ей поглотить себя и все это с благороднейшей целью спасти Зимолетто. Браво, браво. Это не липовая компания. У Никомода на счету есть деньги, она абсолютно законна. Я отдал под залог активы Зимолета, потому что у меня не было другого выхода. В противном случае мне пришлось бы их распродать. Я твои не мог позволить. И вместо того, чтобы распродать, ты просто отдал компанию в чужие руки. Мудро. Я все, что угодно мог ожидать, только не этого. Папа, ты обманул меня. А предыдущие отчеты, собрания, вы что, подделывали? Все документы. Павел Олегович, не в этом дело. Подождите, подождите, Роман Дмитриевич. Я хочу услышать моего сына. Я понимаю, возникли проблемы. Все могут ошибаться. Но как ты мог? Почему надо было все скрывать? Боже мой, я ничего не понимаю, а? Я сама не понимаю. Ну, как можно было потерять компанию, которую две семьи создавали в течение стольких лет? И все из-за глупой гордости и соперничества. Ой. Неужели, неужели это правда? Неужели это правда? Все, Милка умирает. Ему нужно какое-нибудь успокоительное. Или лучше вообще меня отсюда заберите. Я не понимаю. Я отказываюсь понимать. Андрей, почему она? Почему? Она профессионал и хороший специалист. Без нее не смог бы выплатить из долгов. И потом... ответь на мой вопрос. Я ей доверяю. Больше, чем мне? Черт! Черт! Где она? Ну, где это? Дурацкая визитка. Нашла. Нашла. Ну, держись. Николай Антонович. Коля, а вот с этими бумагами что делать, а? Вот они. Ну, да выкидывайте все, тетя Лен. Ну, а зачем? Смотри, тут же чистые белые листы. Можно на черновики пустить. Тетя Лен, выкидывайте все. Жалко. Вот жестокий мир капитализма, а? Ну, так взять просто и уволить человека. Мол, у них сокращение штата, поэтому гуляй. А я, может быть, нагулялся уже. ЗВОНОК Алло. Алло, добрый день. Это компания Никомода? Да. А соедините меня, пожалуйста, с Николаем Антоновичем. С Николаем Антоновичем? А, с Николаем Зорькиным. А кто спрашивает? Да. Это Виктория Клочкова по очень важному и срочному вопросу. Минуточку. Виктория Клочкова по срочному и важному делу. Ну, Коля, ну! Да, сейчас посмотрю. Да, да, да. О, вы знаете, нет, нет, его сегодня не будет. Не будет в офисе в течение дня. Да, да, ну, завтра позвоните, да? Хорошо, спасибо. Я перезвоню позже. Ты чертов Зорькин. Финансист, подпольщик. Ну, Коля, ну, Коля, ну, Коля, ну как понятие, да? Заставляешь врать меня. А что? Это чистая правда. Меня в офисе нет, да и самого офиса тоже нет. А то, что я прячусь, это... это потому, что она в меня влюбилась и преследует меня. Я устал от этого. Ну, да, слушай, тебя просто не поймешь, а? То, то смотришь на фотографии целыми днями, то тебя преследуют, не подходишь к телефону, а? Слушай, не поймешь, тебя прям бабник какой-то. Слушай, ты бабник, а? Это нехорошо, Коль. А проявлять инициативу там, звонить, приглашать меня куда-нибудь, ревновать постоянно, это хорошо? Ладно, все же. Я взрослый человек, между прочим, с кем хочу, с тем и встречаюсь. В следующий раз будешь сам со своими девушками разбираться. Хорошо разберусь. Когда же ты поймешь, наконец, Виктория, что мы с тобой больше не встречаемся? Пора спуститься с небес на землю. Я... То есть ты мне. Ты мне не пара. Я тебе не пара. Я понимаю, ты боялся, что узнает Саша. Ну, мне-то ты мог рассказать. Мы с тобой собирались пожениться. Ты для меня самый близкий человек. Я люблю тебя. И что, ты встала бы на мою сторону и согласилась бы сделать то, что я задумал? Нет. Ты прав. Я бы никогда не позволила тебе совершить такую ошибку. Я тебя предупреждал, сестра, но ты отказывалась слушать. Ему вообще плевать на нас, на всех. Он всех нас променял на свою собачонку и ее верного дружка Николая Зорькина. Кстати, кто он у нас там? Финансовый директор? Зорькин? Зорькин – это тот самый богатый жених? Боже мой, значит, это искусственный. Это поддельный миллионер, да? А в этой парочке, куда ни глянь, все фальшивка. И Андрюша у нас такой же. Бедная Вика. Она так на него рассчитывала. Просто не могу себе представить. Все пропало. Не пропало. Кате удалось взять большой кредит на некомоду в банке Ллойд Моррис. С этими деньгами Зимолета может продержаться на плаву. А это значит, что... А это значит, что мы должны еще больше денег чужой компании. Простите. Простите, Андрей Балыч прав. Если вы посмотрите на графики, которые в отчете, то увидите, что положение в Зимолете может стабилизироваться где-то через полгода. Интересно. А кто поведет компанию к стабилизации? Может быть, вы, Катя? Или нет? Правильнее сказать, Катерина Валерьевна. Она? Но она же теперь у нас хозяйка. Хозяйка? Ну что, Катерина Валерьевна, мы вас слушаем. Что же мы должны сделать, чтобы вы вернули нам компанию? Катерина Валерьевна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова